Что, так сказать, вот этих вот стариков японских и пришедших им на смену людей подломило, вот это большой вопрос. А сейчас, в общем-то, они предпочитают, так сказать, вот интересный факт, в Японии приводят, сколько менеджеров получает зарплату в год больше миллиона у ведущих корпораций. Вот если, допустим, до 2000-х годов таких просто в Японии не было, и американцы, например, на начало 90-х годов говорили, что японский капитализм – это капитализм без капиталистов. То есть, вот, ну, прямо садился, допустим, напротив американцев. Ну, это то, что я приветствую, честно говоря. Да, то есть, это были, ну, так сказать, президенты японских компаний, они личных капиталов-то не имели. Все акции были в собственности каких-то других компаний, перекрёстные, держание там всё и так далее. Да, то есть, президент японской корпорации… Не вымывали деньги из бизнеса. Да, президент японской корпорации выходил в отставку, ну, имея, конечно, там, квартиру, машину, ну, дачку, ну, и не более того. А теперь, так сказать, вот после 2000-х годов, среди управленцев ведущих корпораций, вот данные есть, тот, кто получает больше миллиона долларов в год, там уже это процент, ну, за 60, по-моему, перевалил. У меня сейчас вот, к сожалению. Да, это очень напоминает. Но это очень малый миллион долларов в год для компаний. Более, более миллиона. То же самое было с российскими, если сравнить. Советский директор-300 или министр уходил на пенсию, имея квартиру, машину, дачку и что-то неплохую пенсию, но говорить о золотых парашютах не приходилось. А сегодня? То есть, новая система стимуляции в Японии. Новая система. Ну, опять же, сказать, что вот вы такие, значит, дураки, рушите Японию, дело сложное. Ну, их у него переманивают в другие компании? Ну, проблема-то ещё в чём? Вот, допустим, если послевоенное мы общество берём, все очень активные. Люди, которые… У нас сейчас удивительное дело в России. Вот если у нас в советское время были хорошие японоведы, то есть, так сказать, люди книжные, то сейчас у нас всё-таки у России есть неплохой пласт людей, которые уже в японских корпорациях серьёзно поработали. То есть, лет так дыцать и больше. Кто-то из них даже вернулся, помогает, так сказать, уже нашим предприятиям и так далее, работает. То есть, есть уже знание такое изнутри. И вот эти мужики хорошие, так сказать, поработавшие, говорят, что менеджмент японский, он фиговый совершенно. Говорит, японское предприятие сила была не в менеджменте, а в том, что каждый работник знал точно, что ему нужно делать на своём месте. И делал это идеально. И делал это очень скрупулёзно. И ответственно, самое главное, на совесть. Вот как бы западло, было вот сделать плохо. С дворника всё начинается, с токаря, со слесаря. Да, да. Причём этих вот людей, токаря, золотые руки, слесаря, это же на самом деле дело-то сложное, его вырастить. Это же не у автомата девочку за полгода выучил и поставил, а хороший рабочий – это десятилетие труда. И вот этим и была сильная экономика. Ну и деньги они получали неплохие, очень. Конечно, и уважали их демонстративно. Да, да, да. А потом вдруг началась такая же гулянка управленческого персонала между корпорациями, пожизненный найм фактически исчез, лояльность падает, а в этих условиях, так сказать, все менеджерские слои образовывают особую касту, которая гуляет между предприятиями, и уже переходить с места на место – это нормально. Занимаясь, собственно, собой. Занимаясь, собственно, собой. Своими проблемами. А не, да. И вот в этих-то условиях хорошо было бы нашим, так сказать, устремиться действительно вот к японскому малому и среднему бизнесу, что, ребята, приходите, мы вам условия создадим, потому что там у нас там всё хотят какие-то мега. Мы создадим. Ведь фишка-то в чём тоже интересна? Японские корпорации крупные, вот эти зонтичные, у них знания по России, ну просто с 60-х годов люди сидят. Они знают у нас всё. Они этим, естественно, не делятся. Но если прийти в большие вот эти японские торговые дома, там, Морубени, Точу, Ижи, с ними… Они до сих пор знают всё? Да. Мы уж так поменялись вроде. Вот наверху блестящие переводчики, там на уровне вице-президента приходишь, а вот это, это, то есть мобильные телефоны всех, у них эти знания есть. Но ведь малому и среднему человеку, он же до этих китов-то, ему же не добраться. Кит, если с ним и поделятся информацией, то он же его так выдает, что… Ну, не покажется. Вот, поэтому защиту и протекцию это должны давать мы, чтобы человек не боялся, чтобы там застраховать его как-то, там, инвестиции и так далее. А японцы вообще уходят за границу? Вот этот самый малый и средний бизнес. Очень же консервативные люди. Да вот, как бы сказать, дело в том, что народ, с одной стороны, консервативный, но с другой стороны, такого народа как бы горячего, жертвенного. Альтруистичного. А с другой стороны, вот готового, так сказать, рискнуть, но после войны такого народа было полно, попробовали бы вы там поло-всю эту Юго-Восточную Азию завоевать, так сказать, своими семьями, но это же они же сделали. То есть, народу такого активного, горячего, более того, готового даже, может быть, пойти наперекор мейнстриму, у них хватает. И поэтому, вот если бы для этого народа удавалось бы создавать условия, то… Во-первых, в Японии всё-таки исторически всегда очень много людей, которых, пусть они поначалу неквалифицированы, они не умеют это делать, но у этих людей есть время историческое. И их можно бросить вот на какое-то дело, и они вам вот это конкретно доведут, ну просто до совершенства. Я всё время вспоминаю музей ружей, замок старинный. Ружья в Японии завезли в 16 веке тогдашние португальцы, ружья фитильные, и вот завезли им эти ружья, японцы этих ружей напроизводили, гордятся, что 100 тысяч штук. Никто такого количества ружей на армию, на вооружённые силы на конец 16 века не имел. Но и американские суда Коммодора Перри, они встретили фактически вооружённые этими же фитильными ружьями. Те же аркебузы? Да. И вот лежит это ружьё, если бы вы видели, как оно отполировано, ну как будто оно сделано вот вчера, т.е. блестяще. Рядом, если вот, допустим, ружьё русское 17 века, но там же уже кремниевый замок, там же уже всё-таки оно там… Оно более технологически современное. Но в бой-то надо идти уже с ним. Так изоляция же была, сякунат, так угава же всё забором обнёс. Вот в этом, вот интересно, вот японская такая вещь. Т.е. вот люди есть, и вот человеков посадили заниматься каким-то делом, вот они вам его доведут, ну вот, т.е. всё будет, я не скажу, отполировано, вылизано, каждая деталь. Но у них нету вот смекалки, что ли, что-то изменить? Ну, не смекалка тут, или что? Поэтому если мы… И время, и времени, много времени, вот исторически много времени. У русских, вот Россия – это страна 80-процентного изготовления чего бы то ни было. А вот Япония всё-таки, они много чего не сделают, но то, что сделают, обычно всё-таки там до 100%. Поэтому если мы возьмём любые там японские аналитические материалы, вот хорошие, действительно, солидных ведомств, банков, там всё будет действительно здорово человеку всё данные собрал. В выводах, может быть, и ошибётся. А вот какие-то уже оригинально, может, чего не придумает. А так вот, поэтому Япония с этой точки зрения, с точки зрения организации их библиотек, архивов, материалов, это просто, я говорю, мечта, деньги будут когда-нибудь на пенсии, памятник бы поставить, допустим, японским библиотекарям за организацию вообще всего. То есть, что можно, допустим, по России, по Америке там вот на месте быстро. Теперь, если мы переходим, вот Япония же совершенно потрясающий пример, ведь это же страна оккупированная, страна, которую американцы, так сказать, полностью сломакировали. Ну, как говорится, сломать не сломали, но погнули, как ветер, говорит. Кстати, вот вроде бы старая вещь, но сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовётся слово британца. Если кто-то коротко хочет ознакомиться и быстро, вот как реформировалась послевоенная Япония, рекомендую британская энциклопедия 60-х годов издания. Вот не позже, а именно 60-х. Блестяще всё рассмотрено в цифрах. Ну, а если уж хочется последних жареных цифр, это вот такая наглая книга Rand Corporation, America's Rolling Nation Building, 2003 год, America's Rolling Nation Building from Germany to Iraq. Ну, блестящая вещь совершенно, вот в цифрах, как всё это делалось, какими вооружёнными контингентами, сколько, чего, кого репрессировали, сколько прогнали, так сказать, вот миллион прошло человек, то или иное испытало поражение в правах, 200 тысяч… А прямо по-честному всё пишут, да? Да, хорошо, нагло, книга ликующего такого победителя, 2003 год. Причём, более того, вывод этот Rand Corporation очень интересен, что в то время, после Второй мировой войны, у нас действительно была очень сильная гражданская администрация по действительно вот такому государственному строительству. Сейчас, констатирую, Rand Corporation, у нас очень мощные вооружённые силы, 2003 год. Это про Америку они? Да, про себя самих. Но в плане, так сказать, государственного строительства у нас таких сил нет. Куда делись, интересно? Это они написали в 2003 году. И вот эта структура… Куда делись, куда делись, вымерли? Ну, так вот, мы же говорили, что заходим мы в аудиторию, а белых людей-то там у них в аудитории и не осталось. Вот, наверное, туда и делись. Спекуляции ушли разного типа. Да, ведь это же заниматься-то тяжело, неденежно, вот, волком с Уолл-стрит не станешь. А как всё-таки Япония изменилась под американским вот этим владычеством? Американцы, это, как говорится, тема долгая, безумно интересная. Вот как они это всё сделали, они… Ну, если коротко, да. Если коротко, то есть, с одной стороны, американский прямой, но очень хорошо замаскированный контроль. Через прокуратуру, через средства массовой информации, через систему образования, через, так сказать, разрыв поколений. То есть, фактически, японский ребёнок после американского реформирования системы образования, в общем-то, от бабушек и дедушек был в значительной очень степени изолирован и отрезан. Через полную промывку и стажировки, так сказать, всех маломальски важных государственных служащих в Соединённых Штатах, вот, это всё выстроилось и работало. Более того, что американцы сделали, американцы подарили Японии бюрократический аппарат, который в веберовском смысле стал именно бюрократическим, то есть, замкнутым. Движение до самых высших эшелонов только по вертикали, без движения по горизонтали. Хотя в самой Америке-то есть по горизонтали движение обязательно. Но в Японии это допускалось только уже на высших эшелонах, и движение, естественно, сопровождающееся очень строгими экзаменами от начала и до конца. А сейчас, на самом деле, стала осуществлять активно демократическая партия, которая пришла к власти в 2009 году, и активно этот же курс стал продолжать нынешний премьер Шинзо Абе, который японскую бюрократию начал крушить и подводить эту структуру, как некоторые специалисты оценивают, к тому, что было в Японии предвоенной и военной. А что было? Можете описать, что было и что стало? Пример простой. Вот до премьер-министра Абе кабинет министров Японии, который представляет из себя, так сказать, сборище депутатов, придя к власти, имел власть менять 125 человек из примерно 60 японских министерств и ведомств. То есть, это менялся министр и максимум там 1-2 его зама, всё. А остальная иерархия была вне власти кабинета министров, то есть, соответственно, политиков и стоящих за ними финансово-промышленных групп. А вот теперь премьер-министр может сменить 625 человек в этих же 60 ведомствах. Я не говорю, что он это будет делать. А это число прописано где-то, да? То есть, разрешено или это просто так принято? Это прописано уже в законодательстве, в реформах, то есть, власть это получена. Я не говорю, что он это будет делать. Это очень похоже на британскую систему, там же тоже permanent secretary остаётся всегда в министерстве. Вот, да, но власть политиков, а реально не политиков, а те, кто за ними стоит, то есть, различных организаций, тех же, так сказать, НПО крупнейшего бизнеса, она становится гораздо больше. То есть, структура от того, что сделали американцы после войны, начинает очень сильно отходить. А народу это ведь не так выгодно. Как они, под каким соусом они это продают? Ну, вы знаете, вообще дело это сложнейшее. С одной стороны, как говорят, вся публичная политика-то, она, видимо, и везде становится похожа на цирк. То есть, её… Даже в Японии? Ну, даже в Японии, то есть, в общем-то, явка избирателей минимальная, участие их минимальное, все считают нормальные люди, что это какой-то балаган, и зачем мы в нём будем участвовать, что это шоу. А за этим всем орудуют, так сказать, мощнейшие корпорации, их НПО, религиозные организации и так далее, и так далее, которые, в общем-то, знают, имеют огромный штат специалистов, которые, собственно, могут и закон написать. Ведь в японском, например, до 90-х годов японский парламент, в общем, законов-то не писал. Законы писали министерства и ведомства, они имели квалифицированные кадры для того, чтобы это делать. Даже в парламенте, условно говоря, 80% принимаемых на начало 90-х годов законов писалось в министерствах и ведомствах. То, что писал парламент, в общем, составляло минимальную величину. А сейчас будут законы, и в основном, видимо, писать в бизнесе, в корпорации. Как это будет? Ну, общество-то ведь, во-первых, настроено очень пессимистично, то есть, оно сокращается, доходов каких-то больших не предвидится. А вот как его начнут взбадривать, это большой вопрос в этом тяжёлом, меняющемся мире. Обычная милитаризация, некое сознание. Вот точно, как вы говорите, тем более, что у премьер-министра ведь дедушка был, знаменитый премьер-министр Кищи Нобускин, у премьер-то он был в довоенной, то есть, премьер-министром-то он был, так сказать, в послевоенной Японии, а вот крупнейшие посты в сфере государственного планирования он занимал ещё в Японии довоенной. И вот он-то как раз был мастером военно-инфляционной экономики. И вот как развернёт их в условиях того, что внутренний спрос сокращается неуклонно и неизбежно, а деньги как-то надо зарабатывать, вот это вот большой очень вопрос. И как это всё будет, это очень интересно и нужно мониторить. Так, Александр Георгиевич, надо сделать небольшую паузу у нас сейчас на 5533 Вести, я напоминаю, нас в гостях дипломат, японист Константин Виноградов. Ваши вопросы прислайте, сейчас небольшая пауза и вернёмся. Я страшно извиняюсь за то, что мы, к сожалению, наверное, не сможем ответить, да и не будем отвечать на все вопросы, которые задают. Так как не сможем, не будем вообще. Нет, упорно задаваемый вопрос, как там с Фукусимой, можно найти ответ в гугле, господи. Но, кстати, не обязательно для того, чтобы везти из этого япониста из Японии. А вот вопрос, что там с начальством японским, они кто, те, кто этой Японии управляют сегодня, что это за донои самурайские кланы? Премьер. А может быть, мы коротко про Фукусиму. В прошлом году вместе с Александром Андреевичем Прохановым, а также лауреатом Японского ордена Восходящего Солнца, Ларионом Александровичем Лебедевым, мы к Фукусиме подъехали. У меня в телефоне фотографии есть. Рисковые вы люди. Ну, Ларион Александрович, кавалер Ордена Восходящего Солнца, а также наш герой Чернобылец, большой человек в Росатоме, заверил нам, что, в общем, ребята, ничего такого там уж супер страшного. Ну, после Чернобыля, да. Живы будем. А теперь по элите. Вот Сергей тут задавал вопрос как раз, а как американское, так сказать, вот это реформирование отражалось? Один из элементов вот этого реформирования американского состоял в том, чтобы лишить всю японскую элиту, особенно крупную, вообще большой, сколь-нибудь значимой собственности. Константин Георгиевич, ну, видать, собственности лишили, но политических сил нет, потому что вот дед-то премьера тоже был премьером. А вот мы сейчас об этом, так сказать, и поговорим. Что, в общем-то, произошло в результате революции Мэйджи? И не произошло пока у нас. Да. Значит, японская аристократия до Мэйджи, в строгом таком понимании, это вот было 150 семейств в окружении японского императора. Это была, так называемо, гражданская аристократия. Ещё было 250, ну, 250-300. Это семьи вот этих вот самых даймю, т.е. военная аристократия – это князья. Вот в результате вот этих вот событий бурных середины XIX века, вот гражданскую старую, совсем старую, это вот что-то люди, которые родословную, так сказать, доказанную письменную имеют свыше 1500 лет. Вот эту аристократию старую, гражданскую, слили с аристократией военной, т.е. это получилось, ну, 150 плюс 300, так сказать, 450, но в эпоху, вот в этих событиях середины XIX века продвинулось низкоранговое и среднее самурайство. Разночинство. Ну, по счастью, да. Ну, скорее, я бы сказал что-то в начале XVIII века вот при Петре I. И эта публика в лице лучших своих представителей тоже потребовала прав соответствующих, и её в 80-х годах XIX века включили в вот эту новую аристократию, которая даже взяла себе новую систему титулов. Пяти титулов, ну, это, соответственно, князь, маркиз, граф, викон, барон, пять титулов. Вот они взяли себе эту систему новую, и, как говорится, относительно простого происхождения люди в эту аристократию вошли. На конец 80-х годов стало их 487 семейств. Потом это всё потихонечку раздувалось и раздувалось, и на конец 40-х годов, т.е. вот последние годы существования вот этой аристократии новой, вот это уже насчитывало 1500 семейств Японии. То есть, и старая аристократия новая, и те, кто поднимались по-разному, там, военными ли заслугами, образовательными достижениями, или, может быть, так сказать, заслугами в бизнесе и т.д., вот доросли от 500 до 1500. Пришли американцы, это дело, так сказать, закрыли, сказали, что больше у вас аристократии не будет. Но это от того, что мы пришли и объявили, это же не обязательно, что это так и произойдёт, люди-то родами считаются. Аристократия была де-факто или ещё до юга тоже была? Вот, всё это дело было ещё, т.е. все эти Митсуи семейства, Митсубиси, все их, так сказать, лидеры-вожди имели тоже эти аристократические титулы и имели, соответственно, громадную как семьи собственность, которая лично на них, так сказать, и их членов была записана. Суточность и всё, но не льготы какие-то там юридические, не какое-то особое отношение по закону. Льготы тоже, особое отношение по закону тоже, сейчас мы просто не успеем это всё рассказать, особое учебное заведение, Гакшуин, университет Гакшуин, который до сих пор существует и благодействует. Ну, туда сейчас как бы обычный человек тоже может поступать, но, как говорится, формально равенство перед законом не означает равенство перед фактом. Что сделали американцы? Они пришли и заставили всю японскую элиту распродать по бросовым ценам свои акции, прежде всего. Значит, земельную аристократию запретили владеть сельскохозяйственной землёй на основной территории свыше 4,5 гектаров сельскохозяйственного назначения, на Хоккайдо свыше 11 гектаров. И, фактически, американцы, за что их японцы, народ-то японский, в общем-то, и уважает, то есть, вот сказать, что вот японцы такие сяки, они американцев любят по какой-то нехорошей психологии своей, это неправильно. Американцы много чего сделали, и, в частности, они, так сказать, провели социалистическую революцию сверху. Собственность они у японской элиты отобрали. Но в этой связи что получилось-то? Собственностью стали в итоге владеть корпорации, то есть, акции все записаны на корпорации, банки и перекрёстное владение, а те правила, которые японская аристократия веками отрабатывала, то есть, вот эти семейные переплетения, игры за и борьба. То есть, борьба состоит не в том, чтобы получить собственность как наследнику, а борьба состоит, фишка состоит, и игра вся в том, чтобы сделать вот этого конкретного представителя семьи, например, президентом такого-то банка, президентом такой-то компании. То есть, вот игра идёт не за собственность, а игра идёт за должность, шла, шла, так скажем, до 2000-х годов, да и сейчас тоже во многом. То есть, вот такая в этом отношении интересная система. То есть, вот эти методы, которые были наработаны в Токугавское, в частности, время, как-то, так сказать, своих людей продвигать и никого туда больше не пускать, пригодились они, да? Все пригодились и оказались крайне востребованными. Вот в этой связи, например, советую очень американская прекрасная книга «Japan's Power Elite», она, по-моему, 95-го года издания. Но не устарела, да? Ну, конечно, но многих персонажей… Базовая информация очень важна. Базовая информация для размышления, да. То есть, прекрасная вещь. Но её не переводили у нас. У нас, к сожалению, нет. Я говорю, у нас много чего можно найти из цветочков покемоно. В 30-е годы переводили американские книжки очень быстро. Вот, допустим, издаётся прекрасная, кстати, актуальная до сих пор книжка «Политическая система Японии» Гарольд Квигли. Прекрасный американский юрист, 32-го года книжка. В 34-м она уже на русском языке выходит «О ГИС, соцсек ГИС», переведённая. Ну, за этим следили. Да, да. Вот удивительное дело, опять же, возвращаемся к нашему образованию и всё, что с ним связано, и науке. Да. Ну, то есть, получается, что сейчас нет случайных людей, да? Я всё от образования вас буду выводить, потому что, ну, сколько можно. Нет случайных людей, получается? Нет, абсолютно. Никаких вообще? То есть, всё же аристократия, дворянство устоявшееся? Ну, что-то всё время, конечно, появляется, но… Там стеклянный потолок, который Хиллари тут пробивала головой в Америке? Ну, а… Нет, ну, американцы… Ну, Хиллари-то со своим супружником-то они, как говорится, запотолочные люди, им ничего пробивать не надо. Нет, нет, ну, нет, она для других. Америка – это аристократическая республика, так сказать, там чужих тоже людёв нету. Хорошо, то есть, получается, там какой-нибудь разночинец, он в Японии дослужится до менеджера среднего звена, но дальше уже вряд ли попадёт. Нет, вот тут есть система очень интересная. Любого талантливого паренька, если он показывает и проходит эти очень жестокие образовательные тесты, его дамочки сразу ставят на учёт, а девушек много. Мы паренька, так сказать, жених хороший, всё, мы его, так сказать, если он тоже готов к сотрудничеству, к игре к этой, мы ему тут же, как американские, опять же, социологи и историки, вот это из книги, которую я рекомендую, элита фактически японская, браков, так сказать, по любви до сих пор почти не допускает. То есть, это очень продуманная система вовлечения, да, вот, кстати, американские, вот в этой же книге американцы приводили пример, что американские элита жалуются, что вот американцы всё-таки не такие дисциплинированные, больше свободолюбие, а японцы в этом отношении очень, так сказать, ребята. Вы сейчас похоронили будущее Корнеевского, который как раз не женат, и каждый раз теперь, когда вот по любви, то он будет понимать, что нет у него шансов никаких в Японии. Ну, моя мама так же считает. Какая любовь, Серёжа, тебе почти 30 лет, говорит. В Японию? Да, в Японию, сэр. Ну, счастье-то там, может быть, найти, это же счастье-то, это же дело-то, как говорится, выпадает из статистики, а в элиту попасть, ну, тоже шанс есть, красавец, мужчина, так сказать, блестящий. Много, может быть, смешанных браков, раз уж мы пошли в эту тему. Вот это очень тоже интересный вопрос. Да, ну, у нас, правда, полторы минуты, ну, подумать, попробовать. Русские в качестве, кстати, по крайней мере, женщины из России с дореволюционных времён высоко ценятся? Ну, вы знаете, пока, конечно, так похвастаться, что русские женщины проникли, так сказать, куда-то высоко. В императорскую семью не проникли. Мы, пока мы, наверное, похвастаться этим не можем, и больше, так сказать, это, так сказать, пока, в общем, предмет сожаления, что женщины наши покидали, так сказать, наши пределы, а у нас, так сказать, многие мужчины остаются, так сказать, в работе все и непрекаянные. И непрекаянные, да, поэтому тут пока, мне кажется, тут гордиться-то нечем. Будьте здоровы. Да, но тут, понимаете, в чём интерес, Константин Георгиевич, мы же совсем не обсудили, в Японии же до сих пор император и старейшая правящая династия в мире, да? Да, безусловно, японская династия старейшая. Чуть ли там, сколько там, тысячи, три тысячи лет, две, сколько? Ну, это тут уже, наверное, считается от, так сказать, это легендарные, там, вот это, Диму, это, по-моему… Зимутенна. Да, вот это всё, так сказать, ну, где-то там 600-е годы до нашей эры, сейчас что-то у меня точная цифра вылетела, но это, конечно, я думаю, всё, так сказать, но, тем не менее, я знаком с некоторыми японскими аристократами, настоящими, вот, так сказать, вот, ну, люди на полторы-две тысячи лет они могут бумажку-то показать. Константин Георгиевич, ты а к тому, что надо приглашать ещё, Евгений Иванович? Спасибо. Я знаю, знаю. До свидания. Япония, он такой же властный, как у нас? Ну, там всё, мы остановились на японской аристократии и говорили, что как раз вот в этой новой, во второй половине XIX века образованной аристократии, вот, на конец Второй мировой войны, 1500 семейств. А, собственно, что ещё? Ещё в Японии, опять же, во второй половине XIX века зафиксировали так называемое дворянское сословие. По-японски это называется слово «сидзоку», дворянское сословие в полном, так сказать, виде, с привилегиями, с юридическими, может быть, не очень большими, но всё-таки отличиями. И это вот так вот просуществовало до 1947 года. Если мы будем, возьмём совокупность вот аристократии, это 1500 семейств и вот это вот дворянское сословие, ну, это, наверное, менее 3% населения. Эта доля, кстати, и уменьшалась, потому что, давайте оговоримся, на 1870 год в Японии примерно 33 миллиона населения, 30 миллионов населения, а уже на конец Второй мировой войны примерно 84. То есть, вот представляете, какой демографический рост, более чем двукратный, за период менее чем в 100 лет. Со всеми соответствующими последствиями, с огромной долей молодёжи, с почти полным отсутствием стариков, потому что средняя продолжительность жизни в 60 лет, японцам покорилась только где-то к 60-м или даже позднее 60-е уже годы 20-го века. То есть, вот, допустим, если мы возьмём, скажем, 20-е, 30-е годы века 20-го, то это очень много активной, агрессивной молодёжи, почти полное отсутствие стариков, просто не доживают, и, так сказать, ещё снизу их подпирает куча детей. Вот такая примерно структура. Но при этом очень работоспособные, при этом удивительно дисциплинированные, при этом в армии так просто, уж как японцы умели воевать, так это и понятно. И плюс к тому, вот эта вот догоняющая модернизация, которая была запущена во второй половине 19-го века, неизбежная, она, конечно, привела к очень тяжёлым для основного населения экономическим диспропорциям, демографическим диспропорциям, фактически к тому, что внутри страны, вот по аналогии с предреволюционной Россией, то есть масса горючего материала, так сказать, спичку только поднеси. Вот Япония решала эту проблему выбросом вот этого населения в колонии в свои. Вот колонии для них так по большому счёту открылись, ну, сначала, так сказать, победа в… Даже, ну, Японо-Китайская война – это особая статья, она ещё японцам столько не дала, хотя Тайвань уже открыла для них, потом победа в русско-японской войне, потом выгоднейшее участие в Первой мировой войне, где Япония, в общем-то, повоевала всего лишь полгода, а потом занималась поставками всем воюющим державам всего-всего-всего, так сказать, от табака до гражданских судов. А потом ещё революция в России. А потом революция у нас. Золотой запас куда ушёл? Всё верно, всё, так сказать, абсолютно так. И вот вся эта структура, которая внутри страны клокотала и кипела, мы вот просто можем даже вот в 30-е годы, ведь весь Токио-центр был захвачен восстанием или мятежом, его правильнее называть, это февраль 36-го года, когда были убиты несколько министров, возбунтовались войска. В общем, ситуация в стране была крайне опасная, и американцы, когда Вторую мировую войну выиграли, они, так сказать, очень серьёзно вот этим реструктурированием, перестройкой Японии озаботились. Сначала, так сказать, курс был на то, что мы их сейчас накажем за вот это всё, за то, что они там на нас напали, вспомнил Пилл-Харбор и так далее. Но вместе с тем тут же стало понятно, что Китай уходит, Китай становится коммунистическим, 1949 год вообще окончательно точку поставил, но американцы это поняли, конечно, гораздо раньше, и с 1948 года начинается в Японии так называемый обратный курс. То есть, когда американцы поняли, что, с одной стороны, надо страну превращать вот в некую такую витрину западного мира на Дальнем Востоке, это сделать можно, так сказать, ну, в какой-то степени реабилитировав старые элиты, а я говорю, что через чистки были пропущены порядка миллиона человек, в той или иной степени поражены в правах были 200 тысяч человек, кто-то, так сказать, был и казнён через повешение и так далее, кто-то отбывал длительные сроки в тюрьме, ну, например, дед нынешнего премьер-министра тоже, так сказать, присаживался. Вот, соответственно, а потом надо было этих всех людей реабилитировать и восстанавливать, но вместе с тем с ограничением. Мы про собственность уже говорили, я ещё, кстати, в качестве важнейшей меры, которую американцы ввели, это 30-процентный налог на наследство. Вот, это рузвельтовское влияние, это вот оттуда всё пришло. Новый курс. Да, да, всё это вот было в Японии представлено, 30%, три раза собственность передал, ты её потерял. Вот, всё, всё нормально. Поэтому держать в Японии большие дома, виллы и уж тем более акции, так сказать, предприятий, в личном пользовании, зарегистрированные на себя, на членов своей семьи, стало просто катастрофически. Это безумие. Вот, это вот они сделали. Но кроме того, поскольку надо страну-то превращать в витрину, то есть надо делать и, соответственно, и профсоюзы, и политические партии, и давать волю интеллигенции, поднимать в престиже и, так сказать, в значении школьных учителей, создавать прочие всякие, так сказать, блага. Да, сказали они, да. Ну, они это сделали. Я знаю, как японская школа на самом деле удивляет людей, которые знают, что она представляет собой своими программами, хотя бы как в ней изучается рисование, включая те оттенки цветов, которые просто европейцам не очень-то известны, как силовые единоборства на физкультуре работают. То есть как-то вот интересно и удивительно. Ну, это целая отдельная тема, так сказать, образовательные вещи, тем более она, так сказать, всегда болезненная, очень важная. И третье, что американцы сделали, они же люди практичные, это, конечно, институционализация и организованной преступности. То есть точно так же, как в Италии после 43-го года, в Японии то же самое в послевоенной, это занялись, конечно, американцы очень серьёзно созданием оргпреступности. Созданием оргпреступности, да? Ну, фактически, да, возведением её, так сказать, регламентации, чтобы она была где-то всегда рядом, и плюс, так сказать, сознательным коррумпированием элиты, чтобы в случае чего любого неугодного человечка можно было быстро убирать. Нет, кланы якудзы были всегда, уябуны были без всяких американцев. Но встроить это всё... Встроить это всё! ...систему, иерархическую систему общества вплоть до сегодняшнего дня, когда авария на Фукусиме, и вот мафиозные кланы, у которых есть совершенно строгое занятие, чем они занимаются, чем они не занимаются, начинают конкретно заниматься благотворительностью, вот через социальные сети при этом выдавая эту... Вы когда-нибудь могли? Там Солнцевские осуществляют поддержку ветеранов Чернобыля, вот... Да никогда в жизни! Вот, плюс к тому, все выборные процессы, тоже чёрный нал, всё это, так сказать, в японской политике по всю пору присутствует, а где появляется неучтёнка, там обязательно, так сказать, это контролируется оргпреступностью. Поэтому всё это граждан это не трогает, на улице преступности нет, но, тем не менее, вот американцы и этим тоже очень тщательно занимались. Так, ну а вот всё-таки аристократия, это куда она делась? Что сидит? А она никуда не делась, вот они все сидят, собственности лично у кого, ну там домик, квартира, ну может быть дачка, но зато у каждого приличного и интересного человечка какая-нибудь рядом сбоку благотворительная организация, музейчик, ну, само собой, в молодые годы он занимает где-то посты хорошие в корпорациях, вот, и, соответственно, участвует вот в этом процессе поддержания этой системы, перераспределения, так сказать, власти, постов, вовлечения нужных людей. Залезать, как у нас после революции, или выгонять, ты её в строй. Вот, так что американцы этим делом занялись очень серьёзно, и, в общем-то, плюс к тому, поскольку весь мир с 50-х годов, Япония, кстати, оговоримся, Япония восстанавливалась после войны очень долго, она восстанавливалась медленнее и хуже не только какой-нибудь Западной Германии, но даже и Советского Союза, восстановление шло очень медленно, на довоенный уровень удалось выйти только к 54-му году. Для меня это, кстати, большая неожиданность. Да, это было на какого-то плана маршала. Конечно, конечно. Ну, как говорится, все просто долго это очень рассказывали. У нас прекрасная есть книжка советская ещё, «История Японии 1945-1975». Может быть, немножко скучно, но очень подробно. Как, что, так сказать, и очень детальная книга, если достать, я думаю, ну, не очень трудно в букинистических, там, на интернете поискать, очень подробно описать, хорошая книжка, вот всем рекомендую. У нас вот шикарная есть книжка «Очерки новой истории Японии 1958 года», если кто-то хочет прочитать про Японию второй половины 19-го, ну, первой половины 20-го. И вот вторая эта штука – это вот «Япония 1945-1975». Очень рекомендую нашим радио. У нас здесь ещё есть всё-таки некоторые цивилизационные основы, которые очень сильно отличают Японию даже при термине том же самым. Справедливо пишут, что император в Японии – это всё-таки скорее Папа Римский, чем Юлий Цезарь. Это некоторый символ на всю страну, причём символ знаменитой идеи меча и зеркала, там, веера, символ религиозный в прямом смысле этого слова, почему его и не отменили, а такое понятие, как «гири», долг, скорее, ну, уж со всеми оттенками, но больше, чем долг, пожалуй, перед собственным обществом, перед людьми, которые тебя окружают, перед ниже стоящими, перед страной, перед вышестоящими. Удивительная вещь, я не знаю, где-то она присутствует или нет на уровне нации. Ну, и совершенно так, как вы говорите, но потом, всё-таки, ведь поймите, островитяне, и более того, у японского народа, что интересно, вот как ценность существует такое понятие, как гармония, разными иероглифами этого, но гармония сама, вот то, что у нас налажено, и как-то это вот, т.е. не конфликт, а именно гармония ставится ценностью. В русском обществе, кстати, это тоже есть, в общем-то, и вот сама гармония как ценность, это очень важно, а император вот как некий краеугольный камень, который… А власть у него есть, у краеугольного камня? Ну, смотря какая. Ну, смотря какая. Да, расскажите, какая. Ну, это можно взять Конституцию, там, посмотреть символ нации, но в стране, где вот это вот всё, вот это вот перераспределение власти, о котором мы говорили, вот это вот постоянное кручение этой машины, эти поклоны, визиты, нам внешне что-то такое, ну, какие-то визиты, вот сияют, кланяются, там, пьют чай, долго разговаривают, друг на друга смотрят. Я извиняюсь, а какая власть была у императора в Хаянский период? Да и то же самое. Хотя бы там гонялись какие-то люди в стиле Чингисхана. А какая была в период Трёх Сигунатов или период Минамота и Тайра? А какая власть у императора была, если сравнить её с властью Кайзера или Русского императора или Британской королевы после революции Мейдзи? Ну, здесь верхний слой немыслимо ограничивает себя в придуре своей. Чего у нас точно не было. Ну, вот я знаю, британская королева, она считается символом, но постоянно доклады получает, может какую-то рекомендацию сделать. Оп-оп, какой-нибудь слив из дворца произойдёт в газетах. Елизавета великая, помните, Генрих VIII, папа её. Сравните-ка с властью японского императора. Ну, Сигуны, да, а император-то чего? Ну, как в том смысле, что бумажек тоннами указов ему, конечно, на подпись не приносят. Но вот это вот… Премьер-министр британское может назначить. Ну, уважают. Сам вот этот вот слой, который вот как-то решает, договаривается, кто будет, кто не будет, этого же не видно, и в газетах там сильно отпечатать не будет. Поэтому вот… И вот эта система встала. Плюс начался, вот я говорю, с середины 50-х годов весь мир охватил очень сильный подъём и рост, кстати, и Советский Союз-то тоже, в общем-то, пошло расти. И тут японское общество вот эту волну оседлало. Оно очень здорово, конечно, из этой волны поменено, условно говоря, люди хлынули в города. Вот американцы сделали аграрную реформу, облагодетельствовали всё население, бац, со второй половины 50-х годов начинается рост, и все, так сказать, те, кто хотели раньше на земле сидеть, устремляются, так сказать, потоки в города, и просто, например, северо-восточные районы просто теряют в течение 10 лет до 10%, например, своего населения. Просто люди ринулись на новые совершенно работы и так далее, и так далее. И вот эта система, в общем-то, разлилась благами практически на всё население. Действительно, жить становилось лучше и лучше. А потом настали 70-е и 80-е годы. И вот тут интересно, Япония к концу 70-х годов и уже, соответственно, начало 80-х входит как именно мировая фабрика с очень устоявшимися, уже получившими мировое признание марками, ну и, понятное дело, а за всем этим делом стоит тяжёлая индустрия и так далее, которая не так видна, всё это дело работает. А качество какого? Качество потрясающее. И колоссальный плюс по внешней торговле. И вот за всем этим наблюдает Вашингтон, который к концу 70-х годов однозначно понимает, что со всеми ведущими странами, ну и прежде всего Япония и ФРГ, по внешней торговле дело проиграно. Америка больше в промышленном плане. Понятное дело, там самые высокие технологии, конечно, у США и Советского Союза, это без вопросов, то, что умеют делать США и СССР, делать не умеет никто, и более того, и нельзя это делать. Но, тем не менее, вот приходится. Американцы начинают думать уже над глобальным финансовым управлением. На самом деле они, так сказать, думали над этим ещё и раньше, это вот Бреттон-Вудская система и так далее. Но что происходит вот в середине 80-х годов? Это вот, во-первых, это Plaza Eckhart то, что называется, когда уже принудительно в 1000, почему Plaza, потому что в отеле Plaza оно было заключено, когда и Германии, и Японии велят в два раза понизить курс своих валют, или повысить курс своих валют к доллару. Чтобы экспорту было не так выгодно работать, да? Да, плюс к тому, что американцы с начала 80-х годов уже оседлали новые информационные технологии, которых ни у кого нет, и плюс к тому, и вот эти информационные технологии, которых ни у кого ещё нет, они усилили колоссально вот этот финансовый сектор. Плюс вот эта вот эмиссия денежная как основной источник больших денег. То есть, политика сверх низкого процента по банковским вкладам и сверх дешёвого кредита. Японские люди, которые, так сказать, тоже в это всё не быстро врубились, да ещё и получили вот этот в два раза сниженный курс валюты, или в два раза повысить, то есть, было 260 йен за доллар, а стало примерно 150 йен за 1 доллар. Ну, то есть, укрепление, они, наверное, даже и положительно на это посмотрели? Ну, предприятия-экспортеры, которые держат Японию, понятное дело, что это иконы уже, всё такое, но все понесли сразу же убытки. Но тут вдруг банки начинают предлагать дешёвые деньги, а умные люди говорят, так мы вам закрутим пузыри, мы вам закрутим пузыри недвижимости, мы вам закрутим пузыри акций, у вас же всё население верит абсолютно как в прописную истину, что курс акций может только возрастать, и так оно вроде бы в послевоенное время и было. Ребята, берите кредиты дешёвые, ну, мало ли, там в экспорте вы, может быть, и проигрываете, но смотрите, какие дешёвые кредиты, и смотрите, у вас растёт постоянно недвижимость в Японии, ну, это даже из Овчинникова того же, и постоянно растут акции, они же никогда не упадут, ни акции не упадут, ни недвижимости, и начался вот это вот со второй половины 80-х годов началось безумие. Большой пузырь. То есть, вот этот азиатский кризис. Это 97-й год, я говорю сейчас о второй половине 80-х. Просто началась какая-то эйфория, если войти в вагон метро вечером, в вагоне стоит запах дорогого спирта, и по сиденьям валяются мужики в дорогих пиджаках и плащах с дорогущими портфелями, все пьяные деньги, значит, из всех карманов высовываются, то есть, начался какой-то невиданный бум. Но этот бум… Но в метро надо отметить, не встали. Ну, в Японии тут просто тесно, не потому, что нельзя, а просто потому, что тесно, и проще ехать на метро, еще пьяным, ты что, будешь на машине кататься. Вот. И все это просто какая-то эйфория, которая охватила страну, но эту эйфорию контролируют американские банки, эту эйфорию контролирует американская финансовая система. И это пузырь, который может лопнуть. Американцы только говорят на торговле, на вот этой фьючерсной, новой тогда торговле из Японии за несколько лет вывели под порядка 400 миллиардов долларов. Что-то мне это напоминает с обратным знаком. Наша политика в Европе восточной, она точно такой не была. Может, зря. Так вот, дальше всё это дело дожило до 92-го года, и благополучно, как всякому пузырю, всё-таки время-то ему приходит, и он лопнул, вот этот вот пузырь, это лопнувший пузырь 92-го года. Какие это последствия имел для японской экономики? Значит, соответственно, те, кто был банком японским, же, должен много, тех японские банки стали поддерживать. Те, кто не был ничего должен или должен мало, им сказали, идите нафиг, ничего мы вам не дадим, перекредитоваться мы вам не дадим. И в результате вот это потерянное десятилетие, у японцев есть термин «потерянное десятилетие», японские средние, японские средние и малый бизнес в 90-е годы остался фактически без кредитной поддержки. И особенно это тяжело отразилось на японской промышленности. А мир-то рядом не стоит, тут же рядом вдруг в 90-е годы вырос Китай, инвестиции устремились туда, начался вывод и выхолощивание японской промышленности, и страна, самое главное, как-то все надломились, разрушились вот эти мифы, что акции всегда растут, они рухнули, и то, что недвижимость всегда растёт тоже. Тут же этот процесс оседлали опять же американцы, говорят, это разные оценки, но что американцы, в общем, в результате этого краха пузыря Япония потеряла порядка триллиона-двухсот миллиардов долларов. Хорошие деньги. Хорошие деньги. Они Японию, так сказать, покинули. А почему? Потому что когда акции росли бурно, когда недвижимость росла бурно, акции в Японии продавали в киосках, которые были расположены в супермаркетах, чтобы пока мужики работают на работах, жёны могли ходить и покупать акции прямо на месте. Ой, не дай бог жене дать акциями заниматься, это же страшное дело. Мания тогда охватила страну, и многие, когда пузырь лопнул, многие семьи обнаружили, что все их сбережения испарились. Вложены никуда. Вложены никуда. Вот, от этого и произошёл… МММ немножко, да, с результатом, Властелина, Чарабанку. Это прям вот, слушайте, хопёр, который прямо… Потом подошёл азиатский кризис 1997 года, и в Японии пошли рушиться, так сказать, гигантские страховые компании с репутацией, вот это вот самое Ямаи Чокен, тоже имело огромное влияние. И японские компании попали в очень трудное положение, началось, и японские головные вот эти держательские компании, прежде всего страховые, выбросили на рынок огромное количество ценных бумаг, ну, акций, ведущих японских флагманов, так сказать, производства. Тут-то американцы опять подсуетились и очень значительные доли их скупили. Во всяком случае, вот сейчас нынешний список Кридан Рен, вот предприятие, которое входит туда, там, по-моему, порядка… А что это за список, это типа Forbes? Ну да, это ведущие японские корпорации, сейчас вот они говорят, что порядка 30% акций этих компаний находятся уже в иностранной, в американской, прежде всего, собственности. Неожиданный результат. Да. Ну что, давайте уже сделаем тогда паузу, всё равно уже 30 секунд, осталось 5533-2008-903-170-63-63, у нас в гостях специалист по Японии, дипломат Константин Виноградов. Константин Виноградов у нас в гостях, специалист по Японии. Константин Георгиевич, ну вот вы начали рассказывать экономику, получается, американцы, да, подорвали? Ну… Они даже не подорвали, они просто отстроили, как надо было, и всё, а вы не отстроивайтесь? Да. То есть, получается, вергли в нищету? Ну, ой, ну… Тебя нагибают, а ты не нагибайся. Я жил напротив МММ, там вот на Нагатинской улице, да? Там что, кто-то пинками загонял, что ли, по обруде? Нет, сами несли. Вот, плюс к тому, ведь американцы же действительно применили и опробовали на всём мире вот эту новейшую систему управления, соединения, они опять, так сказать, предложили миру интересную архитектуру, вот что с ней будет дальше, вот этот вопрос. Но вот конкретно возвращаясь к Японии, вот когда в 92-м году лопнул пузырь, японское государство бросилось спасать свои акции, и что оно израсходовало-то, прежде всего, в значительной мере? Это пенсионные фонды. Что у государства есть? Реальное совершенно накопление граждан. И вот с этой поры… История повторяется. Да, с той поры. Всё повторяется. Вот, японское государство теперь уже из развитых экономик первой, так сказать, десятки, имеет государственный долг в размере 2,4 ВВП своего, собственно, а ВВП Японии – это примерно 5 триллионов долларов, я грубо округлённо очень говорю, соответственно, это что-то там в районе 12 триллионов долларов государственного долга, и ежегодно вынуждено занимать и занимать даже для выполнения обязательств по государственному бюджету. То есть, мы не одни такие идиоты в постсоветское время. Это радует. Вот, по крайней мере, положение в этом смысле у них непростое, несмотря на то, что действительно народ-то трудолюбивый, о стране своей заботился, вроде как, говорится, не пил, не курил, под пальмой не лежал, а вот, пожалуйста, такие вот результаты. И как из этого дела выходить, вот это вот большой-большой вопрос. Потому что даже, так сказать, ну, в условиях того, что население с 2010 года падает, уже абсолютное сокращение началось, потенциально даже вот экономисты японские ведущие говорят, ну, даже если вот вывернуться наизнанку, ну, максимум – это полтора процента роста ВВП, реально достижение. Мы правильно понимаем, что идея некоторого сращивания японской и русской экономики, и российской экономики – это всё-таки благие мечты, хотя и должно было бы, по идее, но это примерно так же, как нам с Германией никак не срастись, хотя тоже было бы здорово. Вот мечты такие тоже у японских учёных есть, целый пласт литературы. Особенно такие мечты оживились при власти демократической партии с 2009 по 2012 год, которая демократическая партия Японии, вот… Каидзуми. Нет, 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 Каидзуми – это, так сказать, либерал демократы, а именно то, что когда Хатаяма Юкио пришёл к власти в качестве премьера, тогда такие мечты оживились, причём этих мечты у японцев были связаны с чем? Что Россия договорится с Евросоюзом, и тогда, когда уже Россия договорится с Евросоюзом, Япония подключится, и вот это будет образуется огромная дуга, и у японцев получится действительно противостоять Китаю эффективно, и более того, как кричали, причём вполне себе респектабельные японские публицисты и экономисты, ну, например, Кейн и Чиомай, он, так сказать, выдал несколько таких ярких совершенно книг, что «Прощай, Америка, и вернёшься, когда поумнеешь». Это если перевести эту книжку, это вот… То есть антиамериканизм в Японии есть, но он себя чувствует. Но опять же, надо понимать, что антиамериканизм – это не значит прорусизм, и что всё-таки даже вот респектабельные люди видели, что это вот после того или вследствие того, что Россия как-то договорится с Европой, но это дело тоже не получилось. А вот как раз у нас в прошлой передаче-то был вопрос, с чем японцы увлекаются. Вот очень у них наделало много шуму книга французского вот этого антрополога, демографа, социолога Эммануэля Тодда. Эта книга вошла в топ-3, так сказать, самых влиятельных книг года по версии «Бизнес Ник Кей». И, в общем-то, там он здорово расписал, вообще-то неплохо было бы, наверное, у нас эта величина тоже известная, Эммануэль Тодд, не настолько, но известная, тоже было бы, конечно, интересно с его последним интервью ознакомиться. Я подозреваю, что ближе, чем по Сако Каматсу, когда гибель дракона, там, вот Япония утонет, никто, кроме русских землет, не имеет расселить японцев. Мы уже точно не будем. «Фантастика» была замечательная книга, очень интересная, но именно «Фантастика». Ну, дело в том, что, как говорится, тайны не открою, но что Вьетнам, что Япония, то есть страны очень населённые, но на самом деле на 80% пустые. То есть, такая проблема, что у японцев нет земли, нет, конечно, этого близко нет, и всё население Японии сконцентрировано в трёх точках, 40 миллионов примерно вокруг Токио, в районе 20 вокруг Осака и в районе 11 вокруг города Нагоя. Так что, в общем-то, Япония от недостатка земли, конечно, не страдает. Хорошо. Нет, если уж так совсем утонуть. Ну, если… Помните эту замечательную книжку, когда там подробно было рассказано, чего будет, и вот такая жуткая, но интересная. Нет трудовых мигрантов, да, в Японии, или есть? Вот это тоже очень интересный вопрос. Как-то это дело приходит волнами. Бандюки, которые японские ко мне пришли, внешне они не были совершенно не татуированы, и вполне себе… А зачем они к вам пришли? Ну, так сказать, тоже ходят люди разные, познакомиться, пообщаться. Внешне они никак не выделялись. Я спрашиваю, а, собственно, чем вы, люди, занимаетесь? У них были очень ребята рослые и очень крепкие. Ну, они сказали, мы не правительственная организация, мы как раз занимаемся завозом иммигрантов. Я говорю, ну и сколько? Ну, они, так сказать, немножко поёжившись, сказали, что порядка 30 тысяч в год у нас сейчас в последнее время. Это одна организация. Нет, они сказали, что на всю Японию, но ведь, так сказать, опять же, если раньше, буквально 5 лет назад, в общем-то, в японских 24-часовых магазинах, ну, всё, японцы стояли за прилавками, то сейчас, пожалуй, в центре города вы японского персонала в 24-часовых магазинах практически не найдёте. А какой? Китайский, корейский, и в последнее время пошли люди из стран Юго-Восточной и даже Южной Азии. Вот, то есть, я, так сказать, ну, лица-то более-менее различаю, потому что фамилии там либо в иероглифах написаны, либо азбукой читаю. В общем-то, количество растёт и растёт. И уж совсем я тут удивился, вот буквально там месяц назад за экскаваторами машин, которые разрушали старое здание, ну, чтобы там расчистить площадку, негры сидели даже. Так что, в общем, постепенно, очень медленно, очень небыстро, но процесс завоза, видимо, этой рабочей силы начался. А сопротивление это встречает? Ну, тоже сложно сказать, ведь по газетам, вот, или у меня, например, лично был случай, я помогал нашим чувашским плотникам, которые работали в пригородах Токио, тоже интереснейшая история и смешная, и грустная. Чувашские плотники, да? Да, работали мужики довольно долго, и взбунтовались сначала вьетнамцы у хозяина, потом взбунтовались наши. Ну, бунт, конечно, был тихий, так сказать, отказ выходить на работу, вот, ну, вьетнамцы-то их, во-первых, много, и по организованию они быстрее, так сказать… Чем чуваши. Вот, да, но наши тоже, ну, они чуваши-то как-то из чуваши, я имею в виду, вот, а ребята хорошие, кстати, тоже нормальные, в общем, помогли мы им там как-то решить их проблемы. Не платили, или социальные условия… Ну, условия тяжёлые, там у них, как говорил, в Японии же религиозные организации очень сильны, и многие фирмы даже, это какой-то такой гибрид религии и политики, и у них там, так сказать, такой мужик был фанат вегетарианского питания и марафонского бега, поэтому день начинался с 15-километровой пробежки перед рабочим днём. Но это странно. Для иностранных рабочих? Да, да. Ужас какой. В общем, как бы… Они обязаны были подчиниться, а как их стимулировали? Ну, так сказать… Били? Нет, ну, били, конечно, нет, там такого не было, но сам по себе 15-километровый бег перед рабочим днём… Он просто сказал «нет, не бежишь». Нет, этого не получалось. Это было подписано в контракте, что ли? Ну, контракт мне показали, это такая бумага, которую на этом контракте мы и надавили потом на японцев, что сказали, что ребят, на этих хозяев, ну, вернее, представителей, хозяина этой фирмы, что ребят, вы вот эту бумагу, которую вы нам принесли, где всё это прописано, вы, конечно, нигде легально-то не покажете, она, так сказать, у вас не прокатит в ваших органах контроля. Ну, там она так была составлена, что, в общем-то, и на этом мы… Ну, Япония страна сложная, поэтому тут очень много чего существует такого, что вроде бы по закону нельзя, но на самом деле можно, и довольно тихо. Для этого и существует, так сказать, его преступность. Ну, изнасилование здоровым образом жизни – это, конечно, особо изощрённая форма, да, издевательства. Поэтому тут… А ему зачем это было? Ну, они иностранные рабочие, взяли и уехали в Чувашу, бегать перестали. Ну, уехать, так сказать, без денег-то сложно, деньги-то тебе выплачивают только перед посадкой на самолёт. А-а-а. Вот, и тут нельзя сказать, что уж, так сказать, японская страна была полностью не права, потому что в 90-е годы, когда наши туда приезжали, и в результате деньги, конечно, небольшие им платили, но наши умудрялись, так сказать, прогуливать в 90-е годы. Даже эти махонькие деньги, т.е. человеку возвращаться домой, а он всё уже прогулял. И он ввёл такую дисциплину страшную, чтобы, так сказать, ни на что больше и на дурные мысли сил не оставалось, и деньги выплачивал только перед посадкой в самолёт, чтобы человек мог что-то домой привезти. Но в 2000-е годы уже генерация пошла другая, уже нормальные ребята появились наши, потом я говорю, а что вы работаете-то в Японию, ездите за такую низкую, у нас же на стройках-то платят гораздо больше, они сказали, да, ну просто нам было интересно там в Японию побывать, там пятый-десятый. И кормили только вегетарианскую. Кормили только вегетарианскую пищу. То есть, сколько контрагод? Они работали вахтенными методами, это связано было с ещё визовым законодательством, работали обычно ребята по полгода. Ну, за полгода сдохнуть точно можно на этих кроссах. При том, что раньше они работали как бы на строительствах коттеджей, т.е. это в горах, это приятно, строить дачи, там всё такое, это русские люди любят, тем более плотники. Да, Константин Георгиевич Евгеньевич, делаем паузу небольшую, 5-5-3-3-Вести, у нас в гостях Константин Виноградов, специалист по Японии, да, надо погода. Не всё, честно говоря, что мы слышим, а точнее большую часть, где я вообще когда-либо не было знал, и это сильно радует. Вопрос, вот сейчас нечто лавинообразное происходит в Турции, у которой, ну, с Японией свои отношения, как и у всякой крупной экономической страны. А является ли это чем-то заметным на японском, собственно, политическом, экономическом фоне? Ну, вот смотрите, первый в России православный храм, и, кстати, который до сих пор одна из величайших достопримечательностей города Токио, вот этот Воскресенский собор, или в Японии известный как Николай До, вот его, так сказать, построил, а, соответственно, церковь всю насадил, святой равноапостольный Николай, архиепископ японский, канонизированный, святой, но ведь в Японии первую мечеть тоже открывал наш соотечественник Абдур-Ришит Ибрагим, вот это уроженец, ну, если по ныне, сейчас это территория, я так понимаю, Омской области, а это Тара, это в районе Тобольска. Соответственно, вот этот вот Абдур-Ришит Ибрагим, виднейший деятель пан-исламизма, вот попал в поле зрения, так сказать, японской разведки уже в начале 20 века. А надо сказать, что японцы, вот опять же, к чести этой великой нации, они на восточный вопрос, ну, естественно, наши российские восточные, вот только они сумели очухаться от потрясений середины 19 века, и вот буквально тут же они уже поняли, в общем-то, хорошо весь, так сказать, расклад мировой игры, и поняли, что у России есть такой проблемный сосед, как Турция. И, соответственно, всё стало японцам интересно, и надо сказать, что первый турецкий корабль большой, так сказать, с дипломатической миссией доплыл до Японии уже в 90-х годах 19-го столетия. Корабль на обратном пути затонул, судно было старым, ну, плюс шторм там, 5-е, 10-е, но вот эта история, кстати, японцы в прошлом году сняли про это фильм, я его ещё не посмотрел, но надо посмотреть, фильм, так сказать, громкий и очень звучащий. Так вот, японская разведка обратила внимание на вот такого крупного деятеля пан-исламизма, как Абдор-Ришит Ибрагим, нашего, так сказать, соотечественника, ещё в начале 19-го века. У турок он тоже пользовался большим вниманием, правда, после прихода к власти, значит, Мустафы Кемали Ататюрка имел он большие проблемы с уже светскими, турецкими властями, но японская разведка снова его, так сказать, из уже кемалийской тюрьмы выручила. А какая была цель? Дело в том, что как только наши пробили Транссиб, а он же до, собственно, 10-х годов 20-го века вообще шёл только по территории Китая, а по нашей территории он будет идти только позднее значительно, туда очень много, так сказать, приехало татарских купцов и ремесленников. Соответственно, народ тюркский, народ, так сказать, в принципе, по религии мусульманский, надо с этой диаспорой активно было работать. И вот, собственно, японцы этим очень активно занялись, и вот этой фигурой как раз ключевой стал Абдур-Ришит Ибрагим. И японская разведка, я говорю, помогла, вытащила его уже из тюрьмы Кемалийской. И вот он очень значительно работал, серьёзно работал между Японией, Маньчжурией, и, соответственно, первые две мечети в Токио и, по-моему, в Кобе основал тоже в Японии наш соотечественник. Поэтому ислам японский изначально был очень сильно направлен на именно диаспору татарскую, работать именно с ней. И поэтому корни у японцев вот настолько глубокие. А сейчас есть ислам в Японии, да? Ну а как же, эти же мечети существуют, всё, всё это действует, ну а потом, так сказать, эти всё-таки, зная дотошность японцев, а потом уже и американцев. Это уже историческая вещь такая. Да, но никто же не разбрасывается такими, значит, системами. То есть новые мечети появиться не могут? Нет, почему? Я не… Ну, как в Японии всё-таки свободы совести. Японцы, так, довольно жёстко говорят, что запрещено насмерть. В Японии? С Ближнего Востока. Не затянут туда. Вот в каком… Японцы опасаются исламизма радикального и таким образом запрещают строительство любых мечетей. И вообще… Это же связано с массой того, что по радикальному исламу, особенно после того, как гибли миссионеры христианские, буддистские, какие угодно, из Кореи в Афганистане, японцы включили очень жёсткие запреты на многое. Японские дипломаты мне подтверждали, что у них очень напряжённый бизнес, да, гигантский бизнес в Ближнего Востока. Но, тем не менее, когда как раз турецкие события -то случились, по японской деловой ключевой прессе, допустим, газета «Никкей», там рассказывался случай как раз в связи с гибелью японцев в Бангладеш, что доцента японского университета, который сам был в Бангладеше, более того, из индуистской семьи, в общем-то удалось как-то в Японию, он обратился в ислам, и потом со своей уже японской женой просто, как говорится, исчез из поля зрения. Вот его тоже, это вот по официальной прессе, его, так сказать, подозревают в причастности вот к этому теракту в Бангладеш. Поэтому, значит, какие-то случаи-то имеют место быть. А сегодняшняя турецкая ситуация как в Японии оценивается? Ну, вы знаете, вот мониторит... Если оценивается. Деловая пресса, поскольку у японцев большие деловые интересы, там же и сборочные предприятия «Тойота», например, находятся. То есть, мониторится вроде бы всё в очень тщательном режиме, но из японской вот этой вот деловой прессы много фактуры, но почти не будет никаких комментариев. Комментарии надо ловить в книжках и журнальных статьях. Тут надо углубиться немножко над этим и в этом деле посидеть. Сейчас вот просто не готов, наверное. Уже китайцы смотрят за происходящим очень плотно из-за уйгурского терроризма. Конечно. Там просто в плотно ситуации, когда выписывают китайским террористам и уйгурам турецкие паспорта, и с этими паспортами они проходят обучение, а потом в качестве турецких граждан могут въезжать на территорию КНР, совершая или подготавливая серьёзные таракты. И они очень напрягаются по этому поводу. Ну вот это вот за всем этим надо следить, почитать, допустим, прессу японских радикальных организаций, тоже всё это надо следить, потому что с Китаем тоже отношения сложные. Как это всё, и очень большим вниманием, конечно, пользуется у японцев и ситуация в Синьзян-Уйгурском округе автономном. Поэтому это можно посмотреть, но это, так сказать, отдельная большая тема. Константин Георгиевич, спасибо большое. У нас, к сожалению, уже время подошло к концу. Только начали. Да, напомню, в гостях был Константин Виноградов, дипломат, специалист по Японии. Надеюсь, ещё раз послушаем что-нибудь интересное. А мы вернёмся сразу после новостей.